Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа для любителей и почитателей истории родного города снова в эфире. Добрый день, сегодня пятница, 13.07 на часах. Меня зовут Владимир Сметанин, и я приветствую в нашей студии Евгения Питунина, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретро-клуба. Евгений Альбертович, мы снова с вами. Добрый день, да. Хороший день, хороший весенний день. Ну, не считая, что ветер, не считая, что грязный снег, но весна уже набирает обороты. Я думаю, что раз весна набирает обороты, значит, в душе музыка расцветает, не забудет. И вот поэтому, наверное, будем говорить о музыке. В общем-то, да, Евгений Альбертович уже подводит к нашей сегодняшней теме. Да, действительно, мы сегодня решили поговорить о музыке, о той музыке, которую слушали, слушали кировчане, да, на протяжении последних десятилетий. Ведь музыка, ой, даже как-то слова-то вот подобрать трудно, что она значит для человека, да. А, наверное, все без музыки. Да, она ее вдохновляет, она дарит эмоции, она заставляет задуматься. Ее можно любить и не любить, но так или иначе, хорошая музыка трогает струну-то, да, человеческой души? Да, но не поверите, вот, хорошая музыка, было время, когда музыка вообще была дефицитом. Вот об этом я и хочу сегодня. Вот об этом мы сегодня и поговорим, да, о том, где доставали музыку, на чем, на каких носителях. На чем доставали, и чем это было чревато. Да, да, да. Кстати, в прошлый раз мы говорили, да, немножко о сегодняшней программе, и вы назвали цифру. Сколько у вас виниловых пластинок в коллекции? Вот у вас лично, да. У меня, ну, тысяча в песне, в моем доме тысяча пластинок. Огромный, наверное, шкаф какой-то лишний. Да не очень, но это я еще так считаюсь. Есть и эмя ломанное, что целые комнаты забиты. Люди даже продают квартиры в центре города, уезжают в тихие районы куда-нибудь на спичфабри, чтобы им машины, приезжающие потом, они не мешали слушать. Но это категория аудиофилов, мы там в колесе о них поговорим, и в основном о меломанах, наверное, которые живут проще. Ну, тут, наверное, стоит сделать такой отсыл к нашим предыдущим программам. Помните, мы говорили о том, что слушали, что смотрели, что читали. На чем смотрели. На чем смотрели, да. Был период в истории, ну, и страны, и нашего города, когда, собственно, основным источником звука были те репродукторы, да? Да, было радио. Было радио. А в личном пользовании находились всевозможные граммофоны. Патефоны, граммофоны, позже проигрыватели, еще позже отушечные магнитофоны. Но музыка хорошая действительно была дефицитом много-много десятилетий. Потому что по радио в основном, ну, у нас вот трудно сейчас представить, но не было ни одной музыкальной радиостанции, нечего было поймать. Это уже где-то в 80-е, в конце 70-х появилась радио «Юность», радио «Маяк», где, может быть, поздно вечером или в какое-то неурочное время могли что-нибудь такое ближе к советской эстраде. А в основном, может быть, была музыка, но она настолько доставала, что получалось невосприятие. Например, когда 40 раз на дню и напела издалека «Долго течет Волга», то это уже хоть-хоть-хоть... Да, это примерно раз в час, когда это было на гребне, или потом еще в детстве доставала песня. Это «Я земля, я своих провожаю питомцев». Это было нечто. И там, в общем, звучали песни советских композиторов в исполнении престарелых исполнителей. Для нас престарелых, для нас тинейджеров, вот престарелые. А в магазине «Мелодия» и в отделе музыкальных товаров лежали те же пластинки, которые рвались слоем пыли. Это были, если не речи вождей, там, Ленина на съезде каком-то, или там Брежнева на съезде, еще что-то, то пластинки, они лежали, наверное, месяцами, потом они уценивались, отправлялись, куда-нибудь за даром. То есть, в принципе, розничная сеть по продаже музыкальных носителей, она дублировала то, что можно было услышать пораживать. И 99% общего времени в магазины пластина можно было не заглядывать, потому что там лежали одни неликвиды. Ну, это началось еще. Неликвиды – это то, что никого не интересовало, и то, что не покупалось даже по 15 копеек. А продавцам не вставляются? Они сидели, спрашивали, но зато у них были моменты, когда они выполняли план за день. Сейчас мы к этому подойдем. Когда вообще такой интерес-то проснулся в городе? Ну, самое интересное, что первый дефицит пластины, он стал ощущаться после войны. В 50-е были очень популярны танцы на открытых эстрадах. Обычно по выходным дням играл джаз-бенд, в том числе знаменитый джаз-эстер Соломона Борисовича Сахара. Ну, другие. Это было и в Халтуринском саду. Это был знаменитый пар Горького за кинотеатром Октябрь. И даже, вот не поверите, вот сейчас я на нашей студии смотрю, вот прямо напротив, вот там был парк такой. В районе перекрестка Московская и Дериндяева. Да, он огромную территорию занимал за Серым домом, там дальше от Дериндяева практически и дальше вот туда. Сейчас от него мало что осталось, но это был пар работников металлургического завода, вот, а до этого был городской парк, и там были танцы еще в 50-х. Ну, я почему, что в обычные дни народу хотелось танцевать, а, видимо, затратно было приглашать джаз-эстер, поэтому и танцевали под радиолу пластин. И, ну, вот, в основном-то хотелось что-то такое. И вот после войны появились первые пластин, везенные из-за границы. Это Петр Лещин, это, может быть, Озин, еще что-то. Исполнители, которых у нас знали, но у нас их не печатали. И усос не печатали. Уже в 80-е вышла одна пластин, а до этого все знали все. А тогда вот та же Петр Лещин, который, Майя Марусич, вот, все любили, все... То есть это было ново, ново, да, для Смуха. Иной формат, как сейчас принято говорить. Поэтому приносили пластин, и вот, видимо, фронтови, которые приехали, с войны из Германии везли пластин, и приносили, и слушали. И вот что интересно у меня, моя родительница, она после кончания Одесского института, она попала учительствовать на Сахалин после войны. Там тоже был дефицит музыки. И там везли антрабантные пластин из Японии. Вот, видимо, был то ли черный рынок, или просто дарили. Но вот у меня сохранилось несколько пластин, может быть, они довоенные или послевоенные, и были серьезные бренды, это Телефун и другие. И что забавно, японцы пытаются на японском языке петь европейский джаз. Это вели... Я не нашел ничего. Это ведь, по-моему, до сих пор такое существует. Это сейчас существует, но тогда я не нашел вот именно тех исполнителей, я не нашел ничего подобного. И это была очень красивая музыка, где японцы и высокими голосами пели изумительные мелодии, но это были европейские ритмы. У меня родители, они очень красиво танцевали, они всегда танго и фостроты под эту музыку. Это была любимая музыка. Но она тоже была дефицитом, потому что она не печаталась. А вот мне иногда дарят... А скопировать таких технологий еще не было. Сейчас, сейчас мы плавно подходим. Сейчас мне дарят иногда в музей лекции шелачных пластинок. Они, может быть, у дедов, у вторых шелачных. Это первая патефонная пластин, и о чем речь? Они на 78 оборотов, они бьющиеся на граммофоне, на патефоне, на радиоле. Да, они не запилены железной иглой, а слушали на пьезоголов и на радиоле. Ну, кто в теме, тот понимает, то это все интересные пластин. Ну, вот я замечу, если взять даже 20-е, 30-е годы довоенные, послевоенные, то музыкального мусора было, ну, немерено, наверное, не меньше, чем сейчас. И очень редко попадались растиражированные любимые всеми Рио Рита, брызги шампанс, ритмы Гавайс и гитары, там еще и это вещи. А в основном, там, боже ты мой, вот даже мне сейчас я смотрю, и вот хоть тюбей, вот, наверное, это хуже, чем сегодняшняя самая худшая попса. Потому что и это лаптищи, и это эти национальные мелодии, и это непонятные перепев индийских песен. Это все советское индустрия это выпускало, да? Наши у нас, даже Аждесов Нархоз выпускал полно брендов. Основные это были, конечно, пластин из корабли, а мы это Ленинграсс завод выпускал. И с рабочей алхозницей это Москва печатала, вот именно шелачные пластины. Ну вот мы плавно подходим к 50-м. Технологии менялись. На смену джаза музыка толстых, называли его, когда были стиляги, но уже появился рон-ролл 50-м. Рон-ролл все слушать умудрялись, через вой глушила на старых родительских ламповых радиолах. Поэтому представляли, в том числе и в Ирове, что это за музыка. Но ведь хотелось не только, когда там за полночь звучит Элвис Пресли там или кто-то еще, Бадди Холли. Вот. Хотелось дома иметь и слушать постоянно. Когда пришли друзья, и поэтому у нас в Вятке тоже было подвержено такому явлению. Самодельное подпольное изготовление пластины на рентгеновских снимках. Так, музыкально сам издат. Называлось на ростях, но он не сам издат. Вот. Если верить очевидцам, то напротив старого универмага, вот здесь сейчас бывший нижний магазин, чуть-чуть вот, наверное, южнее в сторону улицы Герцена, там было это подразделение отремботехники в 50-е еще годы. Там официально могли записать, называлось музыкально отрытка, то есть маленькую пластиночку с какой-нибудь песней советской. Можно было бы выбрать каталогу, отправить письмо, но это сохранялось чуть ли не до 80-х. Вот эти музыкальные отрытки. Интересные явления. Но основное время там на этой записывающей, режущей аппаратуре, там записывали пластин и на остях, то есть на рентгеновских снимках. Вот. Печатали, печатали. Не на пленке, не на самом материале, а уже на снимках. На снимках, да, потому что можно было найти использованные, с ним, видимо, где-то добывали. Это толстая, целлоидная субстанция. Вот кости, это все не смывалось там. Поэтому вот вырезали дыр, в центре, делали круг и записывали резцом пластин. И то есть ошибка вот нынешних многих режиссеров фильма в том, что подобные пластин, и, ну, я смотрел, у меня волосы дыбом, вот, потому что ставили на патефон и пытались, ну, для, ну, конечно, это фон звучал за кадром, а пытались проиграть на патефон, ничего подобного. Это пластинки были в основном на 33 оборота, то есть уже лонгплей. На одну сторону влезала одна или две песни и на другую столь. Тем не менее, вот, конечно, это был рук посвященных в это дело, это было тайное братство. Ну, сколько, сколько человек-то примерно было в этой теме? Да, много людей. В этой теме. Ну, и стиляжное движение, конечно, было охвачено. Может быть, не все знали, кто делает это. Но там же не одно, если, например, печатали там Элвиса Пресли, там, блюз синих замшевых ботина, или там, что у него было популярным, то печатали, конечно, не один экземпляр, а печатали экземпляров 100 этой пластин. И поэтому приходил человек, брал портфель, уходил у даты, а потом уже по городу распространялось. Это все было закрыто, да? Да. Инкогнито, чтобы не распространяться. Конечно, если бы если бы накрыли бы это производство, то это было бы не просто уголов, а это было бы политическое дело, потому что это прошло бы по линии ЭГБ распространение чуждой информации. О запрещениях тогда глушить-то глушили, но списки запрещенных появлялись позднее. Вот. А сама процедура нарезания этих рентгеновских снимков это долгий процесс? Да, по-моему, минут пять на пластин со скоростью включения. Сейчас трудно представить, но это большой проигрыватель, вместо иглы был резец. И этот резец, видимо, должна быть эта матрица, то есть все равно должен быть пластин оригинал, чтобы с него там снималась звуковая дорожка и записывалась. Поэтому вот в Иреве было хождение музы и на стях. Не так давно мне подарили одну такую пластиночку, правда, я еще не проиграл, но, видимо, настолько часто ее слушали, что вот сейчас вряд ли она будет работоспособна, потому что она затерта, если не до дыр, до исчезновения дороже. А что это значит? Значит, Unroll любили, уважали и слушали часто. Но время шло вперед, это уже было неактуально, появлялись новые технологии, на смену пресли пришли, на смену эпохи пресли пришли другие времена, появились Битлз, появились Роллинг Стоунс, появились западные группы, появились большие пластин и лонгплей, которые на 33 оборота, 45 минут две стороны пластин и звучало. Вот, и естественно, наш город не оставался в стороне, мелодии по-прежнему лежали речи вождей, лежали обзон там, в лучшем случае Анну Герман и то разбирали, потому что это была нормальная певица, лежала там позже, даже я не вспомню, что лежали, и это непонятное вообще откуда даже они производством и это из союзных республик из союзных и это Тувинс и чего-то там, ну, вот это внешнее было, это все, конечно, в антураже, все полы были заставлены, но когда заходишь, ясно, что привоза нету, по скучающим лицам продавщиц, можно было, иногда оживление наступало, это в 70-е уже годы. А подальше, часто ли привозы-то были? Вот, привозы были, привоз привозы, иногда в ЦУМе, там был-то и Малень, и Пенальч, там выбрасывали, в 70-е годы, что интересно, у нас сюда и в СССР тай-ом, тай-ом, без лицензии, без разрешения, стали печатать западную музыку, первая, где-то была музыкальная панорама, и там напечатали без названия группы, просто песня Girl, исполняют, и это чуть ли не грущи из Ливерпуля, или рабочие из Ливерпуля, а потом стали печатать тоже где-то, а в начале без названия, а потом на одной у меня это есть вокально-инструментальный ансамбль Битлс с С-буквой, и там что-то было Леди Матонна, вот с последних там по 4 песен от незнания это интересно или как-то нарочно коверкалось? Да не знаю, трудно сказать, вот, но вот можно было прибежать и урвать такую пластиночку, соропяточки называли, хотя соропять это на соропять оборотов, они были на 33, с четырьмя песенами они стоили 70 или 80, в зависимости от анверта, еще вот напасть была, что все западные диски были в красивых анвертах, дизайнерс и оформленные, иногда альбомные вот разворачивались, представляете, Сержант Пеппер, красиво, а у нас были из оберточной бумаги желтые пергаментные конверты с дырой посредине, чтобы был без всяких, в лучшем случае была реклама, покупайте, слушайте на пластин, фирме мелодия бюль-бюль, а глы там и же с ним что-то такое, вот поэтому разница была ощутима и по качеству печати, что поэтому, конечно, во-первых, развивался подпольный рынок пластины, продать, купить, явление это, да, ну францовщий и не францовщий, и все это, и филофонисты ближе, я вот склоняюсь к мысли, хотя на этом были люди, которые зарабатывали, но в основном, судя по моим каким-то воспоминаниям, публика была большей частью музыкальная, и эту музыку они любили, и был и обмен большой, пластины вот продажи, ну давайте, куда можно было пойти, куда можно было податься, человеку, жаждущему чего-то такого новенького послушать, не посвященных, а если кто-то чужой, просто вот он мог пройти даже и не заметить, не обратить внимания, где это, как, как это все скрывалось, маскировалось, на моей памяти еще в начале 70-х первая точка сбора вот их вот меломанов, филофонистов, тире, францовщиков собиралась веря у старого инотеатра Лизей, старожилы помнят, там был небольшой веря, там был неработающий фонтан, это перекресток Арламарка и Спасской, и он был вдоль Арламарка, вот нынешнем музее, вот где сейчас асфальтовая поляна, там были деревянные дома в обрамлении, и такой заросший АЦССМХ, такой был небольшой веря, и там вот собирались люди с пластин, назывался он кстати Хипсвер, тогда было движение хиппи, а хиппи это считалось раз ты хиппи, то ты слушаешь музыку, ну и соответствующий внешний вид у хиппи, длинные волосы, клеш, в джинсах, в джинсе уже первые были, хотя еще джинсовый бубни наступил, в шузах жевали резинку, вот волосатые с портфелями, особенный был это, когда появились первые дипломаты вот плоские портфели, они были чем удобны, что по формате пластины, входило до пластиночка, если войдешь, там сидят люди, сидят на скамейках, покуривают, если ты свой, и ты задаешь грамотные вопросы, тебе могут открыть портфель, это как это грамотный вопрос нужно задать, сленг какой-то был местный, чего слушаем, что сдаем, не называлось на сленге, вот я ужасаюсь, люди путают сленг, вот недавно вчера закончился фильм про мурку, и там был вот блатной жаргон из сегодняшнего дня завалить, что-то еще точно, есть фильмы 50-х годов, там, полная чушь и ахинея, там, никто не говорил толкнуть, там, или чего-то, говорили сдать, и у нас в Иреве не было слова пласта, а пластин все да и диск, пласта это ты уже дилетант, только диск, там, что сдается, или пластмасса, просто, пластмасса, ну, тебя бы сразу могли без всяких опознавательных классифицировать свой, чужой, то есть могли открыть портфель и там, иногда там, и вот, а стоило, конечно, это все чудо, вот где-то, ну, демократические пластинки шли, это, венгры, демократические пластинки, там, все и пудисы, ГДРС, и там, венгры, отличные группы были, Омега, Мотив ГТ, вот там еще-то, и они шли от 25 рублей, а представьте, зарплата, вдумайтесь, 25 рублей пластинка при зарплате 150 минут, музы и 40 минут всего лишь, даже меньше, 120 рублей, 200 это была очень хорошая зарплата, то есть одна пластинка, конверт и все, и вот, четвертая часть зарплаты, это еще самые дешевые, демократы там и прочее, их называли, вот из стран социологии, поля, и там разные, ну, поля, и тоже хорошие были, трубодужи, червоные гитары, вот такие группы, а уже что-то из запада стоило 50, 70 рублей, 80, дороже всех стоил Джезус Рай Суперстар, двойной альбом, это два диска, робочки, альбом обычно продавали с фотографиями отдельно, это опера Иисус Христос Суперзвезда, которые говорили, что в СССР ее запрещали слушать из-за пропаганды религиозности, а сейчас запрещают слушать за оскорбление чувств верующих, причем часто запрещают слушать одни и те же люди, которые это жили. Есть такое дело, да, да, вот, а деньги, ну, представьте, я этот, ну, не пионер, там, юный, уже, может, даже комсомолец, седьмой, юноша, да, это уже, это седьмой, восьмой класс, когда упили там первый проигрыватель, а слушать-то еще было не на чем, если нам... А, кстати, об этом тоже нужно рассказать. Одно дело, слушать хорошие, хотели, конечно, в стереоизображение, а стерео стали появляться в начале 70-х годов, они еще были малодоступны, то есть это были очень дорогие и большие радиолы, Эстония, симфония, вот, и потом стали появляться первые проигрыватели, и поэтому, вот, были дешевые проигратели Monoort, стоили 55 рублей, упали два проигрывателя, люди с ведущим могли съездить, упить стереоголов у пьезы, потому что они там в магазине Melodia продавались, и вот из этих двух проигрывателей инструировали, ставили стереоголову на два усилителя, то есть два отдельных и два лон, и получалось, ой, да, почти стерео, вот, слушали, но когда появился первый доступный советский проигрыватель, это была Vega 101, это была очень красивая машина в полированном деревянном орпусе, вот, а то помнит фанер, она половину диск взорвала, и на нее можно было, говорят, даже встать, хотя я не пытался, это была уже действительно качественная музыка, причем, слушать ее, недавно тут где-то было, выложили в соцсетях, мои соседи слушают Свит, хоть порой даже этого не хотят, вот, мои соседи тоже слушали Риденс, и Биджис, и Роллинг Стоунс, и Маккартни, хотя, вот она самая, да, вот я нашел в интернете фотографии, да, Vega 101, да, замечательный аппарат, потому что слушали до отказа, вот, люди это помнят, старый город 70-х, то часто во дворах, и это всюду звучало, музы ставили, алон, и потом это веяние ушло, вот эта машина стоила Vega 101, она стоила 200 рублей, то есть это больше зарплаты, ничего себе, а мне вот повезло, что мы поехали покупать какую-то мебель, кредит в мебельный магазин на Горьево, и там был маленький музыкальный отдел, и о чем там я на городе, и у меня родители, эх, у всех веги уже давно, и вот, и купили, и тут же я, несчастные соседи, они у меня, а где взять деньги на первый диск, ну, конечно, я сбегал, я тут же, промчался, и я еще раньше скупал, у меня были пластин, и это, конечно, первый диск Песнеров, где была Александрина там, и прочие вещи, ты мне весною приснилась, 2.15, вот, Мулявин мне его подписал, позднее, когда был в Ирове, и это другие, вот сейчас уже не помню, даже некоторые хорошие вещи, которые у нас стали печатать, например, хоры Орестра, Джеймса Ласта, вот по тем временам, но это было не то-не то, а ты считался без, если ты хотел войти в круг меломанов, их-то и владельцев аппаратуры, ну, ладно, Вега, она считалась, но у тебя должна быть фирменная пластин, хотя бы одна, лучше всего много, и уважали... поясните, пожалуйста, может быть, молодое поколение, что такое фирменная пластинка? фирменная пластинка изготовлена не в СССР, а на Западе, где поют западные группы, вот они и стоили от 50 и дальше рублей. Уважали, тогда интересная была градация, вот в неформальной среде, там могли не знать, кто ты такой, где ты там работаешь, и чем ты занимаешься, но зато уважительно говорили, о, когда он приходил там у этого парня, он весь, весь Вин была, группа Вин, он весь Квин собрал на этом, или у этого чувака, у него там, весь, к примеру, там, Blood, Sweat and Tears, Кровь, Пот и Слезы, или там, еще что-то такое, вот, они были очень уважаемые люди, редко можно было выпросить, но это уже другое, на перезапись, ну вот, первое место было, вот этот, Хипс Веру Ализея, где можно было, ну, где я взял деньги, все дети, что-то лекционировали, и вот я собирал это, вы что-то продали, наверное, значит, и мар, и там все, мне родители покупали, где-то доставали мар, а я, они мне пронисли, у меня был какой-то хороший, толстый, пухлый альбом, с ГДР, с ими прочими марками, я такой, пацанчик, пришел я в этот клуб филателистов, он был в Дашине, и, значит, предложил, конечно, меня инули, обманули взрослые дяди, но дали 50 рублей, по тем временам, это, а реальная стоимость? Ну, я не знаю, сейчас там, конечно, она больше была, но для меня 50 рублей, и тут же я побежал, и побежал, и сразу же упил я себе за 30 рублей, родители бы пришли в ужас, если бы узнали, первый дизайн. Все в тайне от родителей, все было, продажи альбома. Ну, зачем, они слушали, им даже нравилось, вот, особенно Битлес, хорошие вещи, но зачем было шоировать, может, до них отголоски доходить, зачем лишние проблемы, никто, конечно, не говорил, стоит, уж, Оль, не стояли, я на любоваться не с первой, пластин был, это, Риденс Осмос Феттери, фирма, лейбл Фэнтези был, вот, лейбл, это фирма-производитель, вот, а второй я упил, тоже интересный диз, это, ой, был, это один из первых вещей группы Биджиз, Хоризонтал, Биджиз, вот, она даже родителям нравилась, Риденс не очень, вот, а потом уже пошел обмен, можно было поменять, появился и Лет Зеппелин, там, и Маккартни, это, давайте про обмен, про то, и про гонение дальше, что не все было так безоблачно, давайте после небольшой рекламы, через полторы минуты мы снова здесь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в Ветке Интересная сегодня, безумно интересная программа, продолжаем мы беседу, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук, ВетГУ, президент Ветского ретроклуба, вспоминаем, ностальгируем, делимся, делимся, делимся опытом. Я замечу сейчас, что у нас в университете появилось место для ностальгирования, то есть руководством университета выделен кабинет, и названа сейчас студия аналогового звука. Я туда поставил виниловый проигрыватель, пластин, Олимп, магнитофон, хорошая Остика. Где адрес? В главном корпусе ВетГУ. Я думаю, что вот эта студия любой желающий может зайти в перспективе. Звоните, запустим, послушаем. Ясно. Сам ректор уже приходил? Да, С большим пониманием и при его поддержке была вот эта студия открыта, чтобы студенты знали, что не только там это музыка в формате МП3 орет с телефона, хотя утверждает, да у меня смартфон громче, но громче не значит лучше, а вот послушайте винил и сравните вот так, что в универе... Слушайте, сейчас это уже такие поколения, что они никогда не слышали виниловые пластинки, виниловый звук с его непередаваемым потрескиванием, не представляют процесс зарядки магния. Это что это? Это надо HD-раз и на сколько минуты но сторона от туши там звучит так же две стороны пластин, пластин А20 минут это ой, всего-то. Да у меня. Вернемся к нашему хипскверу Я так понимаю, неохотно, да, обменивались, особенно такими утраритетными пластинками? Нет, обменивались. Обменивались? А нет, ну в основном, конечно, присутствовали элементы иммерциализации, везли пластин и раскрученный групп, то есть полно было там, Битлз, конечно, ну, брали, но тем не менее можно было найти там Слейт, Террес уже реже, там, Дипепл, а добыли на гребне, вот это всегда было, там, позже Юра Хип появилась, вот, а что-то такое более изысканное, вот, например, тот же, это, Чиаго, Джаз, группа, Ровпут и Злезы, Бладсвитен, Террес уже, надо было поискать, потому что это сразу оседало у алиационеров, и до сих пор есть, есть люди, которые с наступлением компадистов избавились от леса и пластина, и сейчас вот рвут волосы остатки своих роскошных неэдэшевелюр, и пытаются восстановить, это возможно, но не то уже, а есть люди, которые сохранили, и я знаю, что у нас в ВИАД есть ребята, которые имеют огромные леса и виниловых пластинок, вот еще с тех времен, вот, замечу, не все было-то безоблачно, прогонение, да, неужто органы госбезопасности не знали о существовании этого хип-сквера, что-то там, это вот все постоянно, что всучили какую-то зыину вместо там, Роллинг Стоун, что-то подменили, да никто этим в Ирове не заморачивался, и зачем это, единственное, что могли из Паха Бедис, это вот вырезать середину из альбома, так же мне вот попадался сержант Пеппер, где Бетлов, видимо, решил в костюмах оставить у себя на стене, еще это вырезали, вот это максимум, а так вот, ну, Идалова не было, все-таки, видимо, то, что в нашем городе небольшая диаспора такая была, вот, но иногда входил милиционер, ну, в 70-е это было еще не очень, а чуть попозднее переселились, то ли Лизей там заорылся, старый из веры обветшал, потом вся эта тусовка переселилась за филармонию, и там это было вообще, да, там были, это руины старой сцены или веранды, вот там, в Устахе, там вот почему-то это стали пугливее, видимо, вот, когда был Брежнев, это 75-й год, это Союз Аполлон, это мир, дружба, разоружение, все это, а потом уже, когда маразм стал репчать, то уже приходила милиция, тогда уже начинались задержания, тогда уже, кстати, музыкальные форсовщи стали появляться и в Чижах, на знаменитой ТЛУЧ, о которой тоже можно поговорить в следующий выпуск. Но мы о ней немного упоминали, да, в предыдущих программах. И вот тогда там, ну, смотря, кто собирался, могли броситься в рассыпную по устам за филармонией, а могли, что, мы меняемся, мы ничего не продаем, но все равно милиции, раз уж надо против, там, не по прошлой власти, могли вытащить в Ленинский отдел, там, БХС, что-то писать, заставлять объяснительное, что мы нажалуемся вашему этому, ректору, куда-то, или там на завод, в этот эмитет комсомола напишем. Ну, приятного мало, но тем не менее, вот уж-то их-то массовых не помню. Но это было недолго, вот, причем, маразм, вот, конечно, даже не при антропове, а при Чернене, вот, это вот начались гонения. Начало 80-х. Тогда и вышли постановления о запрещенных группах, там, например, там, слушать было из много из западных, там, вот, Дэвид Боуэй, это Мисти, там, ACDC, там, агрессия, что-то еще, 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 увод от реальности, этот же Джезус Христ, религиозная пропаганда, нельзя было слушать, там, частично, Гребенчаова, там, ну, были запрещенные группы, вот, даже в обкоме комсомола приходили, видимо, из ЦАЭ бумаги, они распространяли по всем низовым организациям, и на всех танцах любой там администратор знал, что могут, ага, петь что-то, не наше, запрещенные, а вообще попадались просто дураи, вот, например, у моего знакомого, который ездил по комсомолю и путев и в Югославию, и вез оттуда пластин, да, вот тоже была уже попозднее открыта ниша небольшая, вот, из путешествий по соцстранам, везли винил, винил, и на таможне у него просто задержали диск, только что вышедшая, то есть стена, Пинк Флойд, и сказали, там, обложку, если помните, сказали, а это порнография, там, когда нарисованная мультяшная фигура, там, с глазами на заднице, это порнография, ему вернули пластин, и он убитый горем приехал, у него есть две пластин и стены, но нету обложки, а не было, вот, ни принтеров, ничего, чтобы это распечатать, вот, а потом, а потом, это клуб филофонистов, он-то очень уютный, я не помню, может, еще были промежуточные места, но вот стали открываться-то и молодежно, мсомольцы, или мсомольцы, их не было слова, эфе, то есть, это была встреча, здравствуй, первый самый, рукозор, наверное, был, и этот рукозор приютил наших филофонистов, филофонисты, это те, кто собирает, где он, рукозор, находился, рукозор на Лепсе, в НС, где-то там, если ехать по улице Лепсе, сейчас даже не знаю, что там на этом месте, магазинчик, какой-нибудь, безли и магазин, то есть, это ближе к Парку Победы, да, туда, Парку Победы, и так приютил он, страждущий, страждущий, их название, питательное заведение, там были интерьеры, там было все, и вот по выходным днем, вечером работало заведение, это питейное, развлекательное, а днем, вот, надо было собраться, сесть на автобус, длинный, арус гармош, которые говорили, и переться туда, и там, на столах уже отрыто, лежали вот эти стоп и винила, были люди знакомые, еще уже, с поредевшими, посидевшими волосами, уже, солидные дядь, и вот, которые не изменили своим увлечением, и даже, это сейчас им, сейчас им вот, под 60, за 60, ну, за 50, а тогда уже, вот они, уже стала появляться, более, качественная аппаратура, которая не портила пластин, и не запиливала, проигрыватели первого класса, знаменитая электроника, B101, если это помнится, такой, Згир, Эйнониточ, на противовесе, это был антисэйтинг, вот, уже, хорошие усилители, хорошие ости, вот, тогда и пластин, и, конечно, можно было попасть, там даже послушать, можно было, чтобы, не, говорили, не лажануться, я уж на сленге, того, того времени не буду, чуть-чуть, вот, и все это было очень культурно, и цивилизованно, и жаль, что погибло, ну, не совсем все погибло, я вот скажу, что и сейчас, вот, у нас есть великолепные, например, эмиссионные магазины, один вот, на УПИТа, где огромный выбор, в том числе и фирменных пластинок, я всегда, вот, может, даже после передачи съезжу, это коллекционерницу, хотя бы доставлю удовольствие, полистаю, даже ничего не уплю, но полистаю старые фирменные пластин, и старые советские, и уплю, у нее себе для души, и потом еще от Орлослав, вот напротив, Тюза, где хороший выбор, да есть, если в городе, понимающие люди знают, где можно найти, что можно найти. В общем, дело такое еще живет, да, и людей неравнодушных, и помнящих, и испытывающих душевное тепло, их довольно много, а где-то сейчас, не знаю, клуб какой-то, ну, вот вы сказали, что на базе, на базе мунистета открылся. Может быть, попытаемся, если у нас, комната аналогового звука. Да, да, вот сюда, и это не с улицы вход, это потом мы начнем, а потом уже посмотрим дальше, что можно сделать, и, на мой взгляд, все эти люди, они живут, процветают, коллекции пластина есть, видел я, огромные, это и домашние, даже с лады, пластина, вот было одного, вот мы-то все-таки были люди попроще, мы были меломаны, которые слушали, а есть филофонисты, которые там, уже любые оттенки, как бы взву, и чтобы там серебряные, золотые провода, чтобы там демпферы, полы вскрывать, чтобы под колон, и делать подставки, чтобы все, а то вот все люди, которые мы до сих пор, вот, узнаем, и пристрастия не меняются, вот жаль, что мы не успели рассказать еще об одной стороне, а вот, чтобы успеть, к сожалению, да, времени у нас упали, несколько секунд, мелодия, магазин, где я говорил, кроме ненужных пластин, это было, узнавали правдами, неправдами, то есть, был привоз, здоровый привоз, все знали, выстраивалась у магазина, мелодия, огромная очередь, она была аж до улицы Энгельса порой, двери запирот рвало, там была бессменная заведующая этой секции пластины, Нина Ниалавна, она отрывала дверь, пускала по 10 человек, вырывались туда, хватали все подряд, потому что были известные группы, там и новая пластин, и Пугачева, еще, вот оно было, и это чехи, венгры, и это бездарные болгары, и это, помню, сейчас златний струн, откупил и хоть выбрасывай, там еще что-то, и все, по одной пластин, и вру, и это, отталивая слабых топча, младенцев упали пластин, и магазин, мелодия, за день выполнял план, вот очень жаль, что это время ушло, но было все романтично, интересно, и было, что послушать, говорят люди с ведущей, а после 75-го года, вообще, хорошие музыки, магазин, слава богу, живой, и там до сих пор такой советский антураж, заходя туда, можно как-то, но маленький, это были, где сантехники, а тут была радиоаппаратура, поэтому старались проникнуть туда, всеми правдами и неправдами, в эту мелодию, увы, вот так мы сегодня замечательно поностальгировали, время наше истекло, спасибо большое, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея инженерных наук Вятого ГУМ, президент Вятского ветроклуба, спасибо, до встречи через две недели, я думаю, мы продолжим разговор о празднике весны. А мы вообще поговорим о магнитной записи, о магнитофонах, о том, ходили, те же пластин, и писали, и вообще, вот тема не завершена, есть еще, что помнить. Хорошо, всего доброго, на сегодня, до встречи. Всего хорошего. Сделано в ветке. Сделано в ветке.